Всем привет, друзья! С вами Вадим 2К Хаос, и сегодня мы с вами займёмся разбиванием стёкол. Именно этим занимается в игре Smash Hit, что ли? Блин, забыл название, пока настраивал всё. Ну, короче, вот такая вот стеклянная игра, я в неё тоже довольно играл, но у неё есть сразу, скажу, очень большой минус, то есть она завязана на донате, и, соответственно, если вы не задонатите, вы не сможете, сохраняясь, запускаться с определённого момента. То есть вы пройдёте далеко, потом захотите сейв свой загрузить, и нифига у вас не получится, если вы не задонатите. Это, конечно, жёстко, но оставим это на совести разработчиков. В принципе, они сделали довольно неплохую игру. Я сам задонатил перед самолётом, думая, что буду играть на самолёте. Блин, слил шары, отстой. Но что-то не поиграл особо, так что зря. Здесь, по идее, я лучше играю, на самом деле, пацаны, вы не смотрите, что сейчас происходит. Микрофон мешает, отвлекаюсь я и ну просто, блин, да что ж такое-то. Вообще, здесь надо разбивать пирамидки. Да ё-моё, сейчас ещё ударюсь, нет! Короче, боли, страдания какие-то. Надо будет профессиональный летсплей без звука и микрофона записать. Здесь вам надо сбивать пирамидки, ну и не ударяться, в общем-то, о различные препятствия. Если вы не будете пропускать пирамидки, то у вас будут удвоенные, утроенные, удестерённые, там, умногорённые, короче, шары. И, соответственно, это очень круто. И надо стараться не пропускать пирамидки. И, по сути, вы должны настакать, тебе сразу пять шаров, и всё будет у вас зашибись. А одним шаром дальше пробиваться очень сложно. Вот она, контрольная точка. И, соответственно, человек-донатищий имеет право потом оттуда загрузиться. А человек-недонатищий начинает с самого начала, что, конечно, скучновато. Вот. Ну, как вы знаете, я сам хорошо отношусь к донату, потому что, по сути, это деньги для разработчиков. То есть разработчики нанимали программистов, дизайнеров. Там, возможно, вначале питались душураками три года. А может, это крупная какая-то студия. Я, честно говоря, тут не шарю. Вот. И потом, наконец, их игра затащила. В неё играют. И хорошо бы этим разработчикам уже перейти с душурака на какую-нибудь там фуагра. Или что-нибудь в этом роде. Блин, сейчас не выстрелил бы, лажанулся. Вот. Ничего в этом, в принципе, плохого нет. Вот только хорошее. Ну, я, на самом деле, когда бы сделал какую-нибудь игру, а я, кстати, замутил игру для мобил. Ну, точнее, программисты замутили по моему заданию одну для теста. Блин, шары я так расходую. Я, кстати, про неё расскажу чуть позже. Так вот. Ну, хотелось бы, чтобы... Правда, там доната нету. Но хотелось бы зарабатывать с доната, которого нету. Да, всё логично. В общем, нажимаешь пальцем и пробиваешься дальше. Есть у меня ещё куча интересных довольно-таки игр. Но, блин, очень много вертикальных. Если я буду выкладывать вертикальные видео, во-первых, я боюсь, что все будут писать, что я продался Ферамиру. А во-вторых, не очень это, в принципе, красиво. Потому что они будут занимать, по сути, 30% пространства. Так что даже не знаю. Ну, посмотрим. Может, что-нибудь умное придумаю. В этом плане. А пока буду просто разбивать стекляшки. Ну, вот то, что я уже говорил. То, что здесь вот эти штуки одинокими шарами. Вот одинокими шарами, которые у меня сейчас, блин, фиг, что с ними сделаешь, блин. Упустил я там шарик. Ну, кстати, нет. Пока более-менее пробиваются тут. Тут главное лишнего тоже не бояться. Но и лучше перебдеть. Потому что, если ты не добдишь, то ты теряешь все свои стаки и ты теряешь все... Ой, ты теряешь 10 шаров. Не все, только 10 шаров. Кстати, пользуясь случаем, хочу прорекламить просто замечательнейший микрофон, который мне достался бесплатно, благодаря бонусам в магазине. На Соньку. Я, правда, не знаю, сколько он сейчас стоит. Раньше он очень дешево стоил. И записывает звук высокого качества. Единственное, ну, прям он специально для Соньки. Кстати, может, он для других телефонов подходит. Фиг пойми. Но вообще, очень клево. Но, конечно, современные Соньки я особо не рекомендую. Вот у меня Z5, и я начинаю играть, записываю видео, и телефон уже начинает нагреваться. То есть, если... Ах ты, ешкин кот. Хотя, вроде говоря, сейчас проблема-то не в клозетах, а в головах. Точнее, в сердцах, в телефонах, в процессорах. Так что, возможно, сейчас все телефоны греются. Но, по крайней мере, Сонька греется исправно. То есть, еще пару минут геймплея, и я пойду уже яичницу жарить на этом телефоне. Ешкин кот. Ну, вот дальше все так же нервно. Я заходил еще, наверное, на 3-4 левела дальше. Там иногда бывает, что все переворачивается. Да, ешкин кот. Иногда бывает, что скорость очень большая. Чего, по всем попал. Ну, наконец. Я, кстати, это видео по просьбам записываю, по просьбам трудящихся записываю со звуком. Потому что, наверное, столько шаров тут нафигачил. Когда вы зеленые шарики юзаете, у вас бесконечные шары. Записываю со звуком. Я специально настроил, чтобы, ну, была небольшая громкость. Потому что звук, сами понимаете. Решил записать что-то со звуком. Врубил этот звук. А он потом те, этот, заглушил все. И видео записаны с какими-нибудь шутками, правда. Тут их особо нету. Так что не жалко. Ах ты, ешкин кот. Видите, видите, Вадимка не матерится. Берите пример. Даже когда теряешь четверной стак шаров. А это очень важная вещь в жизни, блин. Не получил я тут бонус. Вот такая, в общем, кому-то может геймплей показаться однообразным. Но на самом деле довольно интересным. Но играл я в нее меньше, чем в тот же Гроу Кассел, например. Ну и развитие в этой игре, правда, тоже я не вижу. Так что скачать, погонять можно. Игра качественная. Игра захватывающая. Несколько часов там убить поможет метро, еще где-нибудь. Но вряд ли вы посвятите ей свою жизнь. Но вообще было бы странно посвятить свою жизнь игре. В мобилу сведут меня эти стекла. Куда-то не туда. Ну все, наверное, уже будем заканчивать потихонечку. Потому что доигрывать до конца особо я смысла не вижу. У меня пока довольно много шариков. Можно уйти этот непобежденным. Ой, как же я прокосил-то, а? Надо больше в War Thunder играть. Только не в аркадном режиме, где метки есть, а там, где надо на упреждение стрелять. Да ешкин штыкот, почему нечуть? А, не смотрите, мне не попал. Я уже порадовался. Тут, видите, такая плюсовая тема. Ты получаешь три шарика. Ого! Вот, конечно, мне вот много шариков нравится очень пускать. Толку, конечно, в этом немного. Так, что такое? Ну, пока еще были халявные шары. Ну, дальше уже, короче, ведется к тому, что тебе надо прям нажимать на кнопочку сразу. Иначе... Точнее, не сразу, а перед самим препятствием. Ой, блин, зря. Паникер. Ну, вот, то-се, то-се, то-се. Ну, что ж, друзья, давайте нажмем на паузу и попрощаемся со всеми. Всем счастливо, друзья! Игра как-то там называется. Ну, я напишу это под видео, что ли, или в названии. В названии ролика напишу. Так что, в принципе, вы и так будете это знать. Всем счастливо, всем пока!